Творческим людям необходимо самовыражение для того, чтобы раскрыть актерский талант и совершенствовать его сценическое мастерство. На это нужно время, упорство и терпение. Такие молодежные форумы, как «Голдым. Территория искусства» позволяют закрепить наработанный материал и подчеркнуть для себя что-то новое молодым начинающим артистам в своей профессиональной деятельности. Упражнения по актерскому мастерству необходимы не только начинающим актерам, но и профессиональным. Артист на сцене не механическая кукла, выполняющая установки режиссера. Он должен уметь логично мыслить, просчитывать действия на несколько шагов вперед, быть пластичен, иметь хорошую координацию и внятную речь. И здесь на помощь приходят педагоги. Театральное образование в России достаточно разорвано и существует в структурах самых ожидаемых. То есть московские выпускники практически не едут на территорию России. Ребята из провинции очень трудно попадают в Москву. Поэтому мне кажется, что вот такой десятидневный марафон, а он с каждым годом увеличивается, потому что начиналось все с трех или четырех дней, а сейчас уже десять. Это время, когда наращиваются новые контакты и создается единое культурное пространство. Главная цель совместного проекта двух институтов – это создание единого языка между всеми театрами России. Территория искусства – это не только творческое, а прежде всего образовательное пространство. В этом году помимо тренингов и этюдов, внимание уделяется драматургии Островского. Если в прошлом году работали над прозой Пушкина, прозрачной, хрустальной прозой Александра Сергеевича, то в этом году сложный вариант, потому что все-таки Островский – это речь с таким старорусским московским говором, «За Москворечья». И эта речь по орфоэпическим нормам далека от студентов, поэтому приходится немножко погрузить их на этой территории. Они молоды, талантливы и креативны. Они пока еще студенты, но в душе уже актеры, которые охотно обмениваются опытом со своими так называемыми коллегами. Мы стараемся не выделять на фоне ребят из ТГУ, потому что в чем-то они нас могут вполне превосходить. На самом деле стало для меня удивлением, насколько они подготовлены теоретически, то есть насколько хорошо они знают классику русской драматургии, литературы. То есть очень образованные, интеллигентные ребята. Это здорово. Что-то мы можем им преподать, методика нашей конкретной кафедры, кафедры саунд-драмы, методика репетиционной работы, работы с музыкальными инструментами, со звуком. Мне кажется, это им очень интересно. Каждый день у ребят наполнен новыми заданиями, задумками и мыслями. Каждый день они должны показать фрагменты того, чему научились за годы обучения в ВУЗе – постановки, зарисовки, этюды. У ребят впереди еще неделя. У них еще будет возможность проявить себя на мастер-классах и тренингах по сценической речи, актерскому мастерству и сценическому движению. Итогом работы станет конкурсный показ командных работ. Елена Хромова, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей.